Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 апреля 2017 года среда, по одному из старинных 15-й день месяца посева на речении 7525 лета четверик. Узелковая письменность славян, протописьменность всей Земли. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И автор-сказитель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! Мы с тобой не первый раз уже встречаемся в эфире. Не первый раз ты нам рассказываешь про интересное. То, что где-то собрал, то, что сам открыл, до чего сам дошёл. Я думаю, в этот раз ты нас чем-то ещё интересным также порадуешь. Чтобы не затягивать наш эфир, сразу предлагаю тебе включаться, сразу предлагаю брать инициативу на себя и переходить к докладу. А я буду рядышком стоять и в случае чего включаться в беседу. А наши помощники будут нам помогать брать вопросы и реплики из чата Народного славянского радио и из чата канала YouTube. Сразу отвечу про плохой звук в YouTube. Да, друзья мои, звук в YouTube, к сожалению, плохой, потому что он проходит двойную, а может тройную конвертацию сначала с нашего сервера, потом через вещатель, и только потом он уже доходит до YouTube, и там вполне возможно могут быть какие-то щелчки, погрешности и тому подобное. Поэтому если вы хотите видеть, то, пожалуйста, смотрите в YouTube. Но сегодня у нас картинка будет статическая, поэтому особо нечего смотреть. Если хотите слушать в хорошем качестве, тогда включайте Народное славянское радио slavomir.org, именно орг окончания старого сайта, и там есть несколько видов плееров, там есть описание, как слушать без подключения в каком-то браузере. Можно слушать прямо на своём компьютере дома в плеере или там где-нибудь на своём наладоннике или на каком-то другом компьютерном устройстве. Также есть виджет появился для рабочего стола Windows. В общем, есть разные варианты прослушивания. Поэтому если вам нужно хорошее качество, без искажений, то заходите на сайт Народного славянского радио, выбирайте образ и вариант прослушивания. Ну, а если вы ещё хотите задавать вопросы, то, пожалуйста, заходите в чат Народного славянского радио, там несложная регистрация, и можете также принимать участие в эфире через задачу вопросов, через общение с друзьями и через задание своих реплик. Ну, в принципе, вот такое объявление сделал. Дальше тебе переду микрофон. Пожалуйста, приступай. Благодарю, Алексей. Тема нашего сегодняшнего эфира — это узелковая письменность славян прото- или прописьменность всей Земли. Дело в том, что мы уже с вами в предыдущих эфирах побывали и в Америке, и видели наблюдения за звёздами наших предков на протяжении сотен, а то и тысяч лет. И вот возникает вопрос, а как же так? Как же можно было вести такие наблюдения, но не иметь письменности? Возможно ли такое вообще, в принципе, путешествовать между континентами, иметь развитую культуру, иметь развитую традицию наблюдения за звёздами, за природой и не иметь никаких письменных источников, а всё передавать только на словах или как-то по-другому? В школе и в институте нам об этом рассказывают почему-то очень мало, рассказывают какие-то небылицы о том, что это произошло-то всего меньше, чуть ли не тысячу лет назад нас научили писать и наших предков, и что ничего подобного не было отмечено. Поэтому у каждого нормального человека возникает вопрос, а так ли это на самом деле было? Когда-то это заинтересовало и меня, не найдя ответов, скажем так, в официальной науке, пришлось искать самому. Вот и вам предлагаю тоже решить, удалось ли нам что-нибудь найти, чтобы тоже люди ищущие смогли продолжить этот вопрос, потому что тема оказалась настолько невероятно огромной, настолько разнообразной, и информации оказалось настолько много, что не увидеть её и не заметить, это нужно быть, наверное, современным учёным. А для того, чтобы информация всё-таки лучше воспринималась, я сразу хочу традиционно ответить на вопрос, который всегда возникает. Её можно в письменном виде, всю информацию эту я стараюсь излагать в статьях на сайте КОНТ, плюс там сборник всех статей, в том числе и узелковая письменность славян. Найти там можно, это всё очень просто. Я надеюсь, Алексей при эфире даст в чате Славянского радио эти ссылки на эти статьи. Плюс введите просто Виктор Максименков на сайте КОНТ или на канале Ютуб, они теперь всё одинаково называются, и вы сможете найти информацию либо в варианте статьи, либо в варианте видео, кому что удобнее. И можете даже лучше подготовиться к нашим эфирам, задать больше вопросов. И то же самое про просьба в результате того, что много времени уходит на то, чтобы писать статьи. Теперь информации очень много, мы живём во времена потопа информационного. Тоже, если можно, там к этим всем источникам подвязаны социальные сети. Тоже бы большая просьба людям ищущимся и интересующим давать им не ссылки на такие материалы, потому что охватить всё одному человеку невозможно. И то, что информация, что представлена у меня, она собрана по крупицам. Я думаю, будет многим интересно её развивать. Развивать и дополнять, потому что она оказалась огромной. Потому что практически все письменности на Земле имеют один источник. И наука об этом источнике знает. И я думаю, мы в результате этого эфира найдём этот источник, и каждый сможет себе это подтвердить и двигаться дальше. Например, на этом же сайте.конт есть ещё две статьи, которые вроде бы не о письменности. Это статья про древнейшие музыкальные инструменты, которые возрастом около 40 тысяч лет. И статья про неимоверный Алтай переписывает историю человечества. Найденные артефакты возрастом 50 тысяч лет и более. А зачем же я эти статьи создавал? Они не выбиваются из общего плана. Почему? Потому что и в статьях про древнейшие музыкальные инструменты, и в статьях про неимоверный Алтай, где найдены артефакты возрастом 50 тысяч лет, там есть главная соль этих статей, главная ниточка, которая их всех соединяет. И она состоит в том, что древнейшие музыкальные инструменты, они не отличаются по своему строению от современных. То есть люди 40 тысяч лет назад создавали из других материалов, это были биологические кости птиц, пивни мамонтов. Проходит 20 тысяч, это 20 тысяч лет проходит, мы попадаем в Мезин, в котором мы, календарик часто я вспоминаю из Мезина, но в Мезине были найден целый оркестр музыкальных инструментов. Там, кстати, приводится реконструкция с этих музыкальных инструментов, которые вы можете послушать. Послушать ту музыку, которую наши предки слушали 20 тысяч лет назад. Еще более неимоверным является Алтай. Алтай, там найдено древнейшее ювелирное украшение возрастом минимум 40 тысяч лет. Почему именно эти находки я привожу? А потому что они на протяжении 5-10 лет изучались не нашими даже учеными. Они были отправлены в Англию к нашим заклятым друзьям. Наши заклятые друзья их годами крутили, вертели. Это и музыкальные инструменты, которые находились и в Германии, и в Мезине. И вывод однозначен. Всем этим находкам минимум 40 тысяч лет. Минимум. Ну, сокращали, как говорится, как могли. Наши ученые дают. К тому же алтайским находкам они дошли до уровня 50-ти тысяч летней давности. И нам даже сейчас не сильно интересно, что на Алтае были найдены останки нового вида человека, который им удалось проследить вплоть до Америки. Ну, мы уже ответили на эти вопросы в эфире «Белые боги» Америки. Нас интересует больше другое. В том же Алтае, в слое, которому более 50 тысяч лет, найдены иголки. Иголки эти неотличимы от современных. Они каким-то чудом сохранили даже некоторую остроту. Но если есть иголочка, значит, есть и ниточка. То есть Алтай отодвинул швейное искусство в мире еще более чем на 20 тысяч лет. Потому что ранее считалось, что швейные технологии появились 20, максимум 30 тысяч лет назад. Но никак не 40, не 50. А что же нам дает это? Причем тут узелковая письменность? А дело в том, что тоже мы раньше обращали внимание на то, что наши предки ранее использовали большие возможности своего головного мозга. Они его использовали максимально, поэтому мыслили в объеме. Все в природе представлено в объеме. Мы даже сейчас не будем говорить про многомерность, многополярность. Это уже, как говорится, сказочный уровень. Нам хотя бы понять, если мы сможем понять наших предков, как они жили и передавали информацию много-много тысяч, а даже десятков тысяч лет, мы тогда сможем четко и ясно проследить по всему миру эту единую технологию, которая в некотором видоизмененном виде всплывала в разных частях мира. И хоть она была трансформирована, но узнать ее возможно и понять ее источник, который содержит все смыслы. А это именно узелковая письменность славян, потому что нить — это и есть ключевой образ мировой мифологии. Наши предки знали, что Вселенная устроена не из атомов, а из нити. И только в XX веке наука начинает подозревать, что это действительно так, имеется в виду струнная теория, что Вселенная состоит из струн. Чем же еще нам это интересно? Дело в том, что археологические находки, те же сделанные под Воронежем, в статье «Узелковая письменность» я привожу, это фигурка матери Земли. Культ матери Земли был и в Мезине, и там, где древние музыкальные инструменты. Я думаю, на Алтае этих находок тоже, как говорится, очень много. Даже мы рассматривали в прошлый раз молтынскую культуру. Там тоже это культ матери Земли, тоже это фигурка женщины. Они везде, все присутствуют. То есть перед нами единая культурная традиция. И эта фигурка матери Земли из Воронежа, чем же нам интересно? А дело в том, что там представлены узоры, узоры, руны. То есть там представлена явная письменность. Плюс именно узелковая письменность не просто была, она до сегодняшнего дня сохранена, как именно конкретная передача информации. Причём информации, я подчёркиваю, в объёме. Это объёмная информация. Информация именно соответствующая структуре Вселенной. Если же эти узелки, например, обмакнуть в какую-то краску, то можно напечатать любое сообщение, где угодно, на бересте, на камне, на бумаге, на папирусе, где угодно. Да, была письменность и так называемая другая, где конкретно изображались предметы, потом эта письменность немножко трансформировалась. Но нас сейчас больше интересует именно узелковая письменность, потому что мы отметили, что возможность для того, чтобы она была, она существует и 40, и 50 тысяч лет назад. И находки это подтверждают и говорят, что все так называемые орнаменты из народной культуры, они, это всё привет именно от узелковой письменности. Поэтому, мало того, современная наука, изучая эти письменности, начинает утверждать, ведь следы этой письменности найдены в той же Америке. И не только в Америке. Вот вам регионы распространения узелкового письма. В государстве Инка, в Майя, в Китае, Австралии, Тибете, Калифорнии, Западной Центральной Африки, островах Рюкью и Палау, Хайнань. То есть, везде, везде следы узелкового письма существуют. Как только белые боги в том регионе почему-то пропадают, пропадает и традиция этого узелкового письма. Для тех, кто думает, что у нас всё это утеряно и остались только те знания, которые дают в школе, я в своей статье привожу интервью с одним из хранителей, которое в 90-е годы было опубликовано в газете, где он показывает, что такое устья, как это намотать на уст, что и откуда оно берётся, что оно сохранено. В основном оно сохранено, конечно, как какие-то магические обряды, ритуалы, потому что вы знаете, что узлы присутствуют и у военных, обережные узлы, и у моряков. Они вообще присутствуют везде. Так называемые орнаменты — это тоже отображение информации, которая передаётся при помощи узлов. Изучая именно эту письменность, современная наука утверждает, что так называемые узлы, они представляют собой трёхмерный бинарный код, подобный коду современных компьютеров. Это узлы вяза, это опять же не только трёхмерная письменность, но и сама же математика. Математика, которая отображена опять же в объёме. Так называемые счёты, они все, это источник один, узелковая письменность. Для того, чтобы понять, что это не единичный случай, и что во всём мире, в принципе, один источник не только письменности, но соответственно языка. В статье я вам привожу узелковое описание. Сравнительный греческий, сравнение греческого языка майя, лексем и карамая. Они фактически совпадают. Совпадают практически полностью, и даже у майя они более развернуто даны. Вот в своей книге «Знаки инка» Ортон писал, что кипу узелковое письмо индейцев, древнейшие образцы которого найдены, возрастом 5000 лет. Вместо графических знаков оно использовалось как вид трёхмерного бинарного кода, похожего на язык современных компьютеров. У индейцев эта письменность пропала, потом опять возникла. И мы это уже ответили, что возникла она, потому что по каким-то причинам белые люди пропали, потом опять вернулись, опять научили индейцев этому письму. Но для нас оно ещё более ценно, потому что письменность узелковая, она одна из древнейших. И кроме святорусской буквицы, которая греками была переделана в письменность, которую опять же потом занесли нам. Про это мы поговорим чуть ниже, как всё это было сделано, откуда оно всё взялось. Нас другое интересует. Нас интересует, что так называемая глаголица это тот вид письменности, который мы можем найти опять же по всему миру. Они не знают, что это за письменность. У нас она называлась глаголица, она же литится. В статье приводится схема, базовая схема глаголицы, которая содержит и буквы, и сразу же и числа. Чем она нам интересна? В той же Америке она легко и просто помогает нам расшифровать находки, которые сделал Эрик Сатамайра. Он сделал их в горах Америки. Они очень загадочные для них. Почему загадочные? Там они нашли, например, фигурку кобры в Америке, подчёркиваю, до Колумбовой Америки. Фигурка кобры, фигурка пирамиды с глазом наверху. И нам даже сейчас не так интересно, что это всё светится в ультрафиолете. Нам даже сейчас не очень интересно, что там вместе с этими находками была найдена карта мира, изображённая на камне, на которой есть и Атлантида, и континент Му. Ну, я думаю, если будет интересно, в одной из эфиров мы сможем поговорить на тему Атлантиды, потому что этот артефакт там присутствует. Нас больше интересует другое, что так называемая глаголица, она же в более древнем варианте литится, она явилась прописьменностью, письменностью доказанной, самой древнейшей, индийской. Ведь именно эта письменность, они же идентифицируют её как прасанскрит. И знаки, которые найдены на находках в Америке этим Эриком Сатамайра, они сами идентифицируют как прасанскрит. Для нас это интересно, то, что эту письменность не удалось пока современной науке пристегнуть никому. Если святорусскую буквицу, которую приняли греки, они же эллины, вроде бы как-то удалось официальной науке пристегнуть Кириллу, но мы посмотрим, как это они сделали чуть дальше, то глаголицу пока никому не пристегнули. На первый кандидат Мефодий, потому что монаха вроде было два. Но тогда хотелось бы у этих ребят спросить, а куда девать письменность царя Ашоки, который прасанскрит в Индии, она во многих пещерах присутствует, считается древнейшей на Земле. Ей как минимум две тысячи лет. Какой Мефодий был у индусов? Кстати, потом вся письменность, вообще вся письменность того региона, она выходит из этого прасанскрита. То же самое, что мы отмечали, что наука прекрасно знает, что как минимум 45% населения Земли, как минимум, говорят на языках индоевропейской группы. И письменность эта, которая у них же, это их население, она отражает ту же письменность, именно узелковую письменность. Что еще нам интересно? Например, что эта письменность, на этой письменности во Франции долгое время хранился документ, известная, скажем так, священная книга, которую привезла Анна, дочери Рослава Мудрого. На ней принимали много лет присягу короновали с короли Франции. Она приведена, образец этой книги, в статье у меня. И вы можете увидеть, что написана она, глаголится. Об этом во Франции узнали только во времена Петра I, когда приехало посольство из Руси. Им показали в глубоком уважении эту древнейшую книгу, на которой короли принимали много лет присягу. И оказалось, и только тогда наши люди им объяснили, что этот текст написан на глаголице, что ничего фантастического прям в этом нет. Те же, кто видел святорусскую буквицу, эту матрицу 7 на 7, тоже хотелось бы обратить ваше внимание, что в правильном исполнении там присутствуют цвета, зеленые, красные и другие. Это явное отражение различных, передачи различной информации с помощью именно нити. Нити. И эти нити прослеживаются везде. Везде. Та же коруна, обратите внимание, коруна, дева на гаре, различные виды письменности, они все как бы на ниточке. И в правильном исполнении они должны исполняться именно разноцветные, в зависимости от того, какую информацию передается. В наших сказках, легендах это все сохранено в огромном количестве. Вы прекрасно знаете, что это все есть у нас. У нас Иван Царевич постоянно получает клубок. Но вот вопрос, клубок путеводный, это и есть карта. Он получает карту, которую разматывает и двигается по ней дальше. Для того, чтобы приблизить более ранние воспоминания об этом, давайте вспомним миф от Иссеи. Но этот миф-то происходил на Крите. Мы с вами постоянно попадаем на Крит. Хотим мы попасть в Америку до Колумбовую, древнюю, нам нужно отправляться с Крита. Хотим мы расшифровать загадки фесского диска, вскрыть единую астрономическую систему славян. Опять мы попадаем на Крит. Мы уже выяснили, что население Крита это и были славяне. Славяне. Так что же там в мифе от Иссеи? Дело в том, что он попадает в лабиринт. Лабиринт тоже очень похож на клубок ниток, как и сам фесский диск. Вы тоже можете наблюдать, что фесский диск это как информация, которая сворачивается в клубочек. Вот Иссеи попадает в этот Крит, в лабиринт, и ему дают клубок ниток, и не просто ниток, а Ариадна идет именно к строителю этого лабиринта, берет у него карту у Дедала. Честно говоря, так слышится просто, как будто он делал, может это не его фамилия, а просто переиначенное русское выражение, он делал этот лабиринт, поэтому и Дедал дошло, как до нас. Ну, это все отгадки. Другой вопрос, что она дает ему карту лабиринта, то есть проходят тысячи лет, тысячи километров расстояния, а люди прекрасно пользуются узелковой письменностью, применяют ее как карты, это отражено в наших мифах, сказках, люди используют это как записи различных рецептов, то есть информации об этом огромное количество, огромное количество, то же самое узелковая письменность дает четкий ответ, откуда взялась так называемая арабская вязь, арабы, ну, тех, которые сейчас так называют, они всего лишь переняли на себя частично это узелковое письмо воинов, арабский язык это отражение тайнописи воинской, которая у казаков просуществовала фактически до прихода Петра Первого, об этом есть много источники, но я повторяюсь, информации настолько много, что она просто вся не вмещается в статью, хотя сама статья самая большая из всех написанных, и она даже в озвучке заняла больше часа, то есть огромное количество информации, и везде мы видим эту узелковую письменность, так называемые артефакты по всей Земле, четко и ясно показывают одну единую традицию, записанную информацию в виде клубков, которые потом хранятся, весь этот орнамент присутствует на всех наших вещах и календарях, везде одно и то же, и информация передавалась именно при помощи этих узелков, узелковой письменности, которую так называемая наука или не может, или не хочет определить один источник по всей Земле, поэтому нет ничего удивительного, что наши предки могли не просто наблюдать, например, те же наблюдения за звездами вести, их записывать, но и передавать, потому что сами эти нити, они были наиболее ценным, то, что было в каждом роду, потому что на них писалась информация рода, информация вообще всего, что было доступно нашим предкам. В статье приводятся примеры скандинавских рун. Опять же, все руны, они на ниточке скандинавские, приводится кельтское агамическое письмо, оно тоже на ниточке, вы можете увидеть коруны, они все на ниточке и все они разноцветные, то есть явные отражения того, что вся письменность вышла именно из узелковой письменности. Приводится индийское письмо Брахми в статье «Узелковая письменность». Она с некоторыми изменениями сохранилась до сих пор. Диванагаре произошло от Брахми. Древнейшие источники мира на этом записаны, та же Ригведа. Что еще хотелось бы отметить? Но проходит тысячелетие, но эта письменность не забывается. Те же скифы, которым они имеют распространение в принципе на том же жизненном пространстве, что и мы. Фактически от Японии до Англии, от Египта до Северного моря имеют потрясающую золотую, они делают потрясающие золотые изделия, но наука от чуда отказывает им в письменность. Отказывает им в письменности, несмотря на то, что те же скифы, они наши прямые потомки, и в курганах находятся много вещей, на которых присутствуют рунические надписи, присутствуют другие предметы, которые не отражают эту письменность, именно письменность узелковую. У самих скифов воинская традиция, которая досталась и нам, она была однозначно. На кнут записывалась информация в виде узелков, чтобы враги не догадались. Потом любой послание скакал своему командиру или туда, куда его направили, там этот кнут опять же на правильное устье нанизывался, его читали, как секретное сообщение. Кстати, исследование в этом направлении позволило дать еще один исчерпывающий вопрос, что никаких проблем у нас со скандинавами никогда не было. скандинавы и мы это единый народ. Об этом может говорить сама же письменность, тот же рунический алфавитный порядок у них, который, как мы поняли, уже вышел из узелкового письма. Перуни стиар энбои, то есть это первые знаки письменности так называемых неизвестных скандинавов, которых мы почему-то приглашали на царствование, опять же, неизвестно почему. Содержатся упоминания Перуна, а это же упоминание, эти же руны практически полностью повторяют сибирские руны, и поэтому нам ставят это в какой-то минус, что мы кого-то пригласили куда-то на русский, так это были, наоборот, это плюс, это показывает распространение наших предков, фактически по всему миру, что это был единый народ, у которого не было другой письменности, не было другого языка, язык был один. Проблемы начались только в 12-13 веке, когда искусственные языки, так называемые немецкой, германской группы, их носители стали заезжать в эти скандинавские страны, записывать все былины, легенды на новых языках, искажать старое, уничтожать все упоминания о старом и пытаться все исказить. Это им практически удалось, но все равно остались эти артефакты письменности, в статье они приводятся, это упоминальная речь про Карлоса 11, которая написана по-русски, но только уже латиницей. Хотелось бы обратить внимание на ту же латиницу. Латиница в прошлом это был язык лекарей, он и сейчас считается мертвым языком, но лекарь его учат все равно, ей нужно тоже отдельно разбираться, какую конкретную информацию нам хотели предки передать, потому что латынь от слова латать, лечение, всеобъемлющее лечение организма. Для тех, кто интересуется, я очень рекомендую, вбейте на канале ютуба, на любом, в поиске ютуба, вбейте такую информацию, 80 тысяч слов за 15 минут, ссылка была у меня в статье на это видео, в чем там юмор, там человек ясно и просто рассказывает, как исказили русский язык, чтобы получить неизвестный латинский, и зная русский, и понимая искажения нашего языка, например, цивилизация, там, нужно говорить цивилизейшн, и таких тысячи слов, они просто поменяли окончание, и от чуда неизвестный язык, сократили количество знаков, и от чуда опять неизвестный язык. На самом деле, язык все понятно, он известен, он единый язык, информация о едином языке содержится во многих источниках, что он раньше был един. Сразу хочется ответить, почему же было таких много вариантов письменности. Ну, во-первых, мы рассматриваем очень большой временной период, все мы знаем, что в разное время были разные энергетические потоки на саму землю, и люди в принципе могут воспринимать, именно задействовать свои участки головного моза в разных возможностях. Поэтому чем ближе к нашему времени, тем письменность становилась все бедней, все менее выразительной, некоторая часть терялась, тем более, если речь идет о простых народах, если речь идет о народах, скажем так, которые находились в начале своего развития и находятся и сейчас. Поэтому было огромное количество письменностей, но повторяю, источник у них один. Источник у них один, это сама Вселенная, ее основа. В конце статьи вы можете посмотреть не более 100 тысяч лет. Она представляет собой, представлена теми, кто дожил до нашего времени, сохранил ее и теперь пытается нам напомнить для того, чтобы мы смогли ее развивать. Ну, конечно, тех, кто способен ее воспринять, потому что все-таки 100 тысяч лет тогда и сейчас люди чуть разные. Хоть нам и повезло жить во времена рассвета, но энергии еще не так много, как было 100 тысяч лет назад, рассвет только начинается. Но для того, чтобы понять общую картину, сейчас самый лучший вариант хотя бы начинать с письменности 7х7, это базовая святорусская буквица, она запускает в базовом варианте работу головного мозга человека, а если поверить источникам древности, то вообще раньше эта матрица была примерно скажем так, где-то 12х12 базовая, то есть это больше 1234 базовых знаков, их еще больше, ну они как говорится не всем пока доступны. Ну да бог с этим, давайте вернемся хотя бы к скифам или к грекам. Дело в том, что скифы имея распространение там же, где сейчас в принципе живем мы и даже больше, они имели свою письменность, скифы, сарматы, все эти народы имели свою письменность. Эта письменность она особо представлена в Черноморском регионе. Ведь наукой найдено уже больше 10 тысяч письменных источников, которые вроде бы написаны на греческом, но по-гречески не читаются. Я уже промолчу про письменность этрусков, там больше 14 тысяч надписей. А ведь этруски, опять же мы попадем на остров Крит, где тоже видов письменности огромное количество было, у них всех единая суть, это тоже узелковая письменность, просто под разными углами, в разных моментах, плюс наши люди использовали зачем-то зеркала в то время, может пытались еще дополнительно зашифровать информацию, об этом мы поговорим более, в следующих эфирах, потому что там оптические технологии наших предков дают тоже огромное количество ответов, нам бы тут хотя бы с узелковой письменностью разобраться, этот эфир про оптику у нас запланирован, здесь нас интересует другое, на что же обращать внимание, обращать внимание именно на то, что источник у всех один, источник один у всех, у тех же скандинавов, у египтян, в Крите, финикийцы так называемые неизвестные, они использовали 22 символа, это всего лишь они использовали гласные буквы, именно тоже святорусская буквица, но немножко отраженные в другом цвете, и те же финикийцы, венеды, это в принципе просто разные названия одних и тех же племен, сени, это славяне, их объединяет культура, символы, письменность, язык, который только более-менее, около, не менее тысячи лет начинает расходиться, забываться и потихоньку стираться другими наслоениями, специальными искажениями, так что венеды, очень интересна их письменность, потому что она как раз представляет узелковую, вензельную письменность, очень интересную изучать, информации крайне мало, но я надеюсь, моя статья и работы других людей послужат для тех, кто ищет ответы на эти вопросы, именно той точкой, которой вы сможете добавлять свою информацию, развивать, потому что вы сами видите, что наука и не может, и не хочет этим заниматься. В своей статье, для того, чтобы это выразить более наглядно, я привожу примеры, как выглядят скифские девы, как девы Этрурии, что они носят те же кокошники, физически они по виду полностью похожи на нас, письменность похожа на нас, культура наша, все единое, причем на огромной территории. У науки же эти чудо-скифы вышли откуда-то, куда-то пропали, пытаются все время их как-то сгладить, называют разными именами, а суть одна, это единые народы, которые жили на единой территории, оставили от себя много артефактов, которые приводятся в статье, это тараканский камень, который содержит информацию о том же древнейшем календаре, то есть продолжается традиция звездных наблюдений, эти артефакты, между прочим, хранятся в Эрмитаже, в других различных музеях, как тот же имезинский браслет, и ачинский жезл, и пластина молтынской культуры, и еще огромное количество изделий с орнаментом, который вырезан на кости, нанесен на другие предметы, на дерево, но наука или не хочет, или не может изучать эти вопросы, приходится потихоньку заниматься нам, чему я вас, как говорится, и приглашаю. В статье я привожу вам пример монеты. Простая монета, наука ее идентифицирует как возраст, ну, примерно 3000-3100 лет. Так что же на ней написано 3000 лет назад? А на ней русскими буквами написано Васильев Сарматов, Василев Сарматов, то есть властитель Сарматов, и бог бы с ним, если бы это все, на монетке, которой 3000 лет, но на другой стороне монеты присутствует звезда Аллаты, восьмиконечная звезда, и буквы ГФ. Но если бы мы не знали глаголицу, мы бы, наверное, не понимали, зачем они там стоят. А на самом деле буквы этой ГФ как раз и показывают, что это отражение нашего календаря. Опять же, у Сармата, который по тому времени ГФ, посмотрите глаголицу, это 4500 лет. Если наука говорит, что это было 3000 лет назад, Алексей сказал в начале эфира тоже, что по старому календарю идет такой-то год, отнимите, это 4500 лет назад было выпущено Отцетворение мира, это монета, юбилейная монетка, с камнем алатырем, с письменами понятными нам и сегодня. И этот календарь мы прослеживали и в других традициях, единая жреческая традиция. Там же приведены различные книги, которые печатались еще в XIX веке. Там все равно существует этот древнейший календарь, но эту же традицию надо записать и передать. Присутствует символика скифов, которая присутствует и на Мезинском календаре 20 тысяч лет назад. И сама латная конница рыцарская, которая была у скифов, она просуществовала на Руси до XVI века. Там приводится золотой войн, обнаруженный в Исырском кургане, где была обнаружена и надпись на Рунице. Так посмотрите, насколько искусственно это сделано. Что же нам говорит наука? Ну, вы знаете, эти все монеты и всю эту потрясающую золотую утварь делали нам греки. Не, ну, если бы они сразу сказали, что гречество это искажение от жречества, все бы стало на свои места. Наука начинает путаться в показаниях, потому что почему какая-то маленькая Греция вдруг обеспечивает всю скифию и пишет там какие-то буквы, которые непонятны, еще в те времена, когда вроде и самой Греции это не существует. Грекам-то история отводит две с половиной тысячи лет, две с половиной тысячи лет, хотя в своих, например, статьях, что бы я не изучал, я все время вижу, что то, что называется греками, современный учет, они все заимствовали у соседей, а по-русски говоря, украли. Почему в Греции все наворовали, привезли все в Греции и все есть? Если эту тему дальше развивать, вспомните миф о том, как ребята спионерили золотое руно. Они не баранью шкуру золотую украли, они украли руническую матрицу, которой и была письменно представлена. Это золотое руно существует и в золотых изделиях скифов, так называемой знаменитой пекторали, которая хранится в Киевском историческом музее. Тоже я вам для примера привожу, как могла выглядеть эта матрица, которую спионерили товарищи греки. Они же ахейцы, они же хелины, их самоназвание, которое наука почему-то не хочет упоминать. И для тех, кто видел узелковую письменную статью, они он всё поймёт, потому что эта матрица, она идентична фескому диску, идентична спирали жизни, там основные указаны узоры, применяемые человеком на протяжении тысячелетий. Хотел бы вам прочитать даже, как точно произведена аннотация этой работы. Человек её, скажем так, вытянул из-под сознания. Я очень благодарен этому человеку, там дана ссылка, где я её взял, нашёл совершенно случайно, очень рекомендую послушать, что же это символизирует. Картина «Золотой руной» — это попытка через цвет и форму прикоснуться к гармонии. Композиция картины состоит из двух магических фигур, символизирующих само мироздание. Квадрат, как образ мужского начала, символ стабильности, проявленность и круг, как символ женского интуитивного подвижного начала. Это квадратура круга. Я постоянно про неё напоминаю, потому что это вообще суть всего мироздания, хоть химического, хоть письменного, хоть любого другого. Основа мироздания — это именно схема квадратура круга. Она же представлена и в так называемом витрувианском человеке. она представлена во всём живом и неживом, потому что всё сделано по одним принципам. Для интересующихся посмотрите на витрувианского человека, возьмите нашу пядевую систему, и вы увидите, что так называемый загадочный витрувианский человек — это всего лишь отражение принципов строительства человека. Она же известна вам как пядевая система. Забегая намного вперёд, хочу сказать, что на той же фигурке женщины из Воронежа, которой 40 тысяч лет, там представлена тоже интересная схема, которая называется засеянное поле. А на самом деле эта схема опять же узелковой письменности, общаясь с природой и зная нашу традицию, оказалось, что эта схема идеальной посадки деревьев именно в саженевой системе, оказалось, что это продублированный так называемый живой квадрат родом из Египта, который египтяне часто использовали. Вы его все знаете, 3-4-5 это та же теорема Пифагора, которая просто четыре раза повторена. И опять же речь идёт только про объёмы. Хотя нас учат сейчас воспринимать всё в плоскостном варианте, что всё везде плоскость, а не объём. И куда бы мы ни пришли, хоть так называемую Древнюю Грецию, хотя это не греческая, а жреческая цивилизация, опять же в статье приводится упоминание, что изначально так называемая письменность греков, она была непрерывной, как похотовала. а непрерывность опять же указывает чётко на то, что это отголоски использования именно нитей, нитей базового образа вообще всей мировой письменности. Сравните с тем, что вас учат в школе, что письменность нам принесли какие-то греки, почему-то да научили нас письменности так, что ученики превзошли на много своих учителей, а на самом деле от тех же грецицизмов наша письменность избавилась ещё в те, ещё ту же тысячу лет назад. Почему? Потому что всё равно истоки все у нас. Да, две с половиной тысячи лет назад как-то те друзья, что поселились в районе Греции, эту письменность у нас переняли, подучились, через какое-то время нам вернули в переработанном виде. Я, как уже выше говорил, так называемая греческая письменность, она фактически отображена в глаголице, глаголице это по всему миру. Хочется спросить у всех, кто изучал греческий, так сколько же грекам-то лет-то? Две с половиной тысячи или двенадцать тысяч, как тем находкам, которые найдены в пещерах Америки вместе с земным атласом до затопления Атлани, континента Му. или письменность царя Ашоки в Индии тогда тоже греки сделали. Где же тот источник грецицизма? Куда он делся? А его нет. И все попытки пристегнуть так называемую глаголицу к тому же Мефодию, они обязаны закончиться провалом, потому что она, эти орнаменты, они присутствуют на всех изделиях еще до потопных, именно Большого потопа, который был 13 тысяч лет назад. Мы уже находили и Фату, которая тогда погибла, и все равно письменные источники до этого периода содержат то же самое. Та же самая руница, это тоже отголоски той же узелковой письменности. Также известны все светные грамоты, это та письменность, которая утверждается, что и больше 100 тысяч лет. Также я вам привожу для ознакомления так называемую письменность АУМ Ар-Асия, которая тоже утверждается, что ей 6 тысяч лет минимум, и она тоже содержит отголоски тех же принципов. А принципы все эти выведены из узелковой объемной письменности. Плюс есть такие разработки, которые позволяют нам сделать шаг еще глубже. Так называемая векторная геометрия. Она тоже собой представляет новейшие разработки по воспоминанию того, что было. Она тоже цветная, это тоже определенные узлы, соединения, завитки, то есть все это отголоски единого организма. А единый организм это отголоски строения всей Вселенной, то есть это та же квадратура круга, в которой лежат ответы на все вопросы, которые мы можем себе сегодня только представлять. Так что наша задача потихоньку вспоминать технологии наших предков, используя здравомыслие, выходить и находить эти технологии по всему миру, во всех называемых древних культурах, которые используются вплоть до сегодня. Плюс продолжать изучать письменность в виде орнаментов на всех изделиях, какой бы глубокой древности они не относились, потому что, как мы уже говорили, так называемый орнамент это и есть всего лишь отображение объемной письменности на любом предмете, костях, бересте, дереве, да чем угодно. благодаря этому единому принципу можно проследить эту технологию по всему миру. Ну а восприятие таких видов информации, как мы уже по-моему говорили, но вот хотелось бы повторить, как тот же самый ковер самолет. Вот этот пример ассоциативного восприятия, когда люди воспринимают все ассоциативно, и ко это буква всеосветной грамоти, она и ок и ко это две буквы одинаковых, и ко это яйцо, курица кричит ко, когда сносит яичко, ко, яичко, вер, вертящиеся, самолетящие, то есть ковер самолет, это самолетящий яйцеобразный объект, который представлен и на фресках в церквях прошлого, у меня там есть такая статья тоже на конте, изображение НЛО по всему миру, так что предлагаю вам знакомиться, дополняйте, пишите свои статьи, потому что информация, ну, настолько объемная, настолько разнообразная, и, мягко говоря, нигде не представленная, а попытки уничтожения существовали всегда, наша задача это вспомнить, здесь не приведены все виды письменности, потому что, я повторяю, получилось так, огромная статья, мы видим тоже, что те же скандинавы, это те же наши предки, наши предки распространены были на огромной территории, все так называемые великие культуры, носители письменности, это отображение все той же единой традиции, и обратить внимание и свое, и в том числе науке, которая может обратить внимание на это. Наша задача, я надеюсь, для начала моей работы, для того, чтобы и другим было интересно в этом направлении двигаться, будет достаточно, и предлагаю вас тоже не оставаться равнодушными, и мне показывать ссылки на предметы, артефакты и подобные так называемые загадки, которые, зная нашу народную культуру, очень легко читаются, понимаются, куда бы мы не ходили, хоть очень глубоко, на 20 тысяч лет, 30-40, мы находим единые принципы, которые отображены в нашей культуре, и сегодня, как бы ее не старались уничтожать. Алексей? Я здесь. Я надеюсь, для начала этого достаточно, для того, чтобы завести более предметный разговор, то есть ответить на вопросы или что-то еще отобразить, что лучше еще углубиться во что. Ну, твои надежды могут быть подкреплены только ответами наших радиослушателей. Наши радиослушатели, как вы считаете, этого достаточно или еще разогревчик нужен? Я думаю, что сейчас мы сделаем следующим образом. Поскольку говорили про ниточки, про узелки, то, наверное, я сейчас включу музыкальное произведение, где так или иначе про узелки говорится. И через 3 минуты 22 секунды мы вернемся в студию, чтобы начать зачитывать вопросы и реплики, которые поступали в чат Народного Славянского радио и в чат канала Ютуб. Все, отдыхаем. Народное Славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров